стальной хват россии привет подписчики на канале youtube привет большой юра минск привет большой тебе но решил не затягивать то что можно сделать сегодня на завтра нет смысла откладывать пришли профи гриппа вот они золотые золотые эспандеры несколько штук на 350 профи грипп их не было василий васильевич один отошлю ему привет отдельный он покупал линейку этих золотых эспандеров конечно шикарно сделаны сейчас мы с вами вместе посмотрим линеечку заказал юра но к сожалению получилось так что с китая привет с китая не пришел 100 сотка и 150 но юра в общем-то спокойно отнесся к этому вопросу сказал ничего страшного нету значит значит руки давайте возьмем будут у меня друзей много есть кому подарить нет цели там чтобы коллекционированием там супер заниматься интересно посмотреть подержать значит ну что вот начнем с того что 1 получится из золотых вот это профи грипп там написано профи грипп но вот это вот прописанная линеечка 50 50 100 и до 350 длинная она точно такая же в серебре имеет место быть полная здесь это картинки что как одевать там можно одеть вот эти ручки мягкие ну как бы и защитить ручки вот тарапанья там или руки ваши сберечь ну не знаю не вижу я в этом особого смысла но прожимать одев вот эти вот а мягкие насадочки на ручке тут даже написано как одевается что типа ручка чуть ли не в воду опускается ну да ладно сделано конечно юра оценишь да и я уже показывал в общем то знакомил с линейкой конечно качество изготовления я писал писал юре что что сделали китайцы они грамотно намотали проволоку грамотно посадили относительно рудно ручки и проволока вот вместе собрали получается так что при закрытии при закрытии на 350 это очень сильно видно он очень тяжелый но модель дойдем до него витки настолько раскрываются и вот эта часть которая должна по идее упираться очень сильно в средний виток она фактически не достает она там еле касается поэтому ну на динамика увидите на 352 килограмма при 100 3 килограмм 103 килограмма профи грипп просит сжатия силикона стал 101 килограмм то есть на на вот таких нагрузках вот то что я сейчас закрываю это 175 фактически вот я два-три раза жал я проволоку поставил на место ну далась некоторая усадка и в общем то нет смысла ничего не смазывать не будет никакой тут супер мега усадки и ничего не будет но какая-то динамика будет но она незначительно посмотрим 175 по нулям ну в общем то это фильм за заказ это фильм в общем то для юры ну естественно так как юра заказал он с вами может поделиться морские звания до 65 и 4 65 и 4 здесь заметно что уже ручка вот ручка у нас хоть это вот в общем то если так вот посмотреть незначительно 18 22 до 18 2 ну и калибровки проект прошлые латых эспандеров показали что 18 2 ручка но вот этот миллиметр 19 до 18 до 1 миллиметр он очень заметен 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 при нажиме потому что 18 2 18 2 это два миллиметра вот два миллиметра надо глубже поражать вот поэтому проволока на 175 64 64 64 ну диаметр намотки вы сами видите он меньше привычного нам 34 36 там 30 ну может быть 8 зависимости от нагрузки здесь вот такой диаметр намотки 33 миллиметра и вот тоже заметно что чуть меньше как бы принятого стандарта ну вот допустим тех же моряков до слегка но заметно там 36 33 3 миллиметра эти плюс еще если проволока конечно больше то больше заметнее и вот насколько заметно это на год такой меня испандер вот видите 19 и 18 как это видно все ну не знаю просто если бы вот я говорю два варианта на миллиметр бы больше ручка и накатка чуть жестче не такая скользкая скажем так то я не знаю как морякам тягаться а всем остальным вообще не тягаться все ее давай смотрим будем вот так чтобы мы вот видели эти циферки все эти доглеги отсутствуют поэтому нам тут не надо с двух сторон конечно вопрос не задавали в магазине под эспандерами оправданная ли цена да вы просто возьмите значит для начала а потом уже задавайте вопрос потому что по картинке вы ничего все равно не поймете вот надо его в руки взять и потом задавайте вопрос а оправдана ли цена по сравнению с коками допустим я опущу моряков потому что моряки там в общем-то вне конкуренции конечно оправдана просто посмотрите возьмите в руки говорю посмотрите качество я думаю что вопросы все отпадут вот абсолютно ровненько тут написано и будет вам счастья а пребудет с вами сила на китайском вот ручки абсолютно ровный идеально ровный выполнена ну просто не к чему придраться не к чему придраться это пожелание бы вот пошире бы ручки слагательные все наклонения 175 капитан лейтенант 41 килограмм 46 41 все откладываем вот такой 175 сейчас будем посмотреть на 200 поэтому все эти вопросы по воздуху там я же вам не смогу то что я держу в руках вот передать вообще абсолютно меня одно впечатление у вас будет другое впечатление все все юра вот такой тебе 175 отправляется в минск берем следующий причем я покажу так у меня 175 2 пришло пришло а старая партия у меня задержался уже калиброванный 200 вот видите там внутри вот вам 247 4 я его откладываю 47 4 давайте еще и посмотрим насколько все четко а а вот вчера который приехал то есть это другая партия и посмотрим что будет что будет по нагрузке и насколько в разные партии получается вот так закрыл тут звонок идет закрыл надо прожать значит смотрите 200 вот немножечко матовая вот так не наводится резкостью вот так навелась вот такой 200 сейчас маленькая пауза все маленькая пауза тут пришел легенда вообще всего сгибания эспандеров и ребята пишут не я говорю олег биг 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 кусков посетил обитель говорит хочу увидеть золотые никогда не видел как иваночка не броют золотые с пиететом относится к этому и так юр вот твой 200 запомнили тот калиброванный 47 метри смотрим по расстоянию олежка пока занимается на 175 говорит что шикардосовские эспандеры конечно был бы побогаче купил бы себе линейку но это он прибедняется загородный коттедж трехэтажный все хорошо просто говорит у меня и так всего много приехал с эспандерами слышите смеется так хочу точнее померить ну вот немножечко дергание по расстоянию но шестьдесят восемь шестьдесят восемь ручка девяносто пятая не показываю диаметр не изменится опять же тоже юр это можно будет опускать восемнадцать пятнадцать восемнадцать две но видно что тоньше намотка ну беспрецедентное качество поверьте мне в моих руках было точно очень много эспандеров очень много ну смотрите сами насколько идеальное схождение ручек идеальнейшее сорок семь посмотрим может быть не сорок семь но думаю что и китайцы и здесь преуспели они ну в общем то мы сейчас двухсотый докалибруем и остановимся потому что надо гостя отчивать торты мороженое все дела там понимаете как гостя встречают так все поехали вот вторая значит то есть двухсотый из другой партии из первой партии сорок семь и три съехала съехала ручка ребят придется поставить сюда вот вот то что гладкое вот это как бы немножечко бы решили бы вопрос с этой бы жесткостью ну накатку чуть позлее чуть позлее бы придется поставить кусочек кожи что сделать ничего не сделаешь только так возможно все по нулям кусочек кожи решит вопрос поехали сусальное золото еще тут посыпается осыпается вот тут я не делал вот сейчас кожицу подложил все ровненько не дожатие немножечко вот есть на ваших глазах чудо два абсолютно одинаковых эспандера юр все прервусь на 200 мы остановились откалибровали 175 200 делаем дальше 250 2 и 2 350 все прерываюсь до встречи юра продолжаем 1539 сделал паузу встретил гостя Олег Викторович приезжал кое-что подогнули попробовали эспандер попробовали 3,5 закрыть ну немножечко попробовали он спешил уехал ну а я продолжаю съемки то что в общем-то и должен для тебя сделать то что ты заказал Юра с Минска Юра Мехновец заказал эспандеры золотые мы уже в общем-то продолжаем снимать поэтому там начало этого фильма будет со 175 профигрип и 200 100 и 150 не приехал ну китайцы считают что главное чтобы количество совпадало а то что там номера по порядку ну не главное ну Юра в общем-то с пониманием отнесся сказал Вадим Иванович давай мне 2 250 и 2 350 1 250 заменит сотку а 150 заменит 350 профигрип и так вот 2 разных партии в общем это покупался и калибровался но мы сейчас это все проверим это я калибровал это не на видео снималось поэтому 63 надо сейчас подтвердить что это так и есть Олег кстати Олег себе уехал хотел взять 175 но ему не понравилась нагрузка у 175 он 41 килограмм чуть легче хотел взял моряка но очень впечатлен этими золотыми эспандерами очень тяжело дожать 63 катастрофа и так ну что мы здесь будем показывать мы здесь показываем 250 Юра в общем я говорил что дорогу оселит идущий здесь на китайском языке написано по нулям смотрим расстояние расстояние немножечко плавает но она у всех плавает и немножечко и немножечко и так далее и тому подобное 65 миллиметров 65 миллиметров 95 ручка и 18 и 2 она будет диаметром 18 22 все как бы как сказано как представлены были в партии вся партия золотых снимался фильм в магазине в группе в стальном хвате России это все прописано и фильмы и все остальное у 250 705 705 то есть пружина как у капитана второго ранга и так смотрим смотрим калибровку и определимся 63 было или не 63 и так по нулям закрываем ну вот с некоторых в общем-то планка съезжает приходится кожу подкладывать в общем-то вот подтверждение постоянное неоднократно уже делал поэтому 250 ровно немножечко не дожато шикарно эспандера слов нет Юра ну в общем-то писалось это давно уже ну как относительно давно ну не вчера и не месяц назад больше то есть совпадает 64 это профи гриб 250 и вот такой нагрузка правильно Юра сказал нагрузка мне такая нравится она редко проскакивает в эспандерах поэтому ее в общем-то тяжело поймать такую нагрузку вот сейчас капитана первого ранга пришли первая партия с такими значениями что есть 60 килограмм и вот который пришел вчера проверяем проверяем 250 сейчас мы его немножечко буквально на 3 3-5 раз все пружину сразу же пружину проверим абсолютно идентично все 704 705 то есть здесь очень ответственно конечно к изготовлению китайцев подошли просто бомбически конечно просто бомбически потому что ну вот расстояние немножечко меньше 63-64 есть смысл предполагать что это будет чуть легче и диаметр ну все соответствует 8,2 18 точнее 2 18,2 смотрим нагрузку я сказал что они даже проволоку так правильно поставили с ручками что при закрытии вот этот виток практически средний не упирается ну вот как они так сделали не знаю я но трение если на 100 килограммовом профи гриб 1-2 килограмма то все понятно в общем-то без слов что тут самое главное вот еще немножечко выставить правильно что сделано все собрано с любовью Люся называется так закрываем ну вот в общем-то Юра получает нормально 2 килограмма разбег шикарно на одной на одном эспандере с одной пружиной 58 килограмм 58 и 63 60 и 58 вот он в общем-то вклиниваются два эспандера между капитана второго ранга коком два с половиной ГХП левел 7 левел 6 и ну следующими эспандерами линейки производителей 58 килограмм я на упаковочке укажу но будет понятно то есть эспандер вот этот на 58 он он слегка меньше то есть расстояние чуть меньше вот и все то есть это это понятно 63 63 тем более подписан 58 подписан итак и мы с тобой подошли значит 2 350 это конечно монстр вот я посмотрел самый широкий я уже сделал замеры вот я их прописываю значит стартово он был то есть я его поставил сразу в калибратор то есть ничего не прожималось померил расстояние поставил калибратор 103 идеи 104 килограмма 104 затем я его смазал прожал несколько раз но руками конечно болезненно очень тонкие ручки острые концы в общем-то фаска тут и не снята поэтому вот получилось вот так после прожатия после смазки потеря всего 2 килограмма по расстоянию вроде бы потерял 68 65 и 3 2,5 миллиметра да примерно да 2,5 миллиметра и 2 килограмма потерял то есть миллиметра килограмм да ну сейчас проверим конечно это это уже абсолютный монстр абсолютный монстр здесь список эспандеров но это только в серебре вся линейка может быть в золоте она достаточно короткая получается сейчас они наверное оставят 100 150 175 200 250 и 350 вот 6 эспандеров вот такой вот такой монстр ну просто смазал я его тут плохо видно конечно будет но тоже при раскрытии виток в средний не упирается эта пружина так слегка так давайте проверим расстояние Юра посмотрим вот проверял 65 там 31 я написал 65 и 47 но это опять же вот эти все после запятой тут немножко не так наклонил штанги или все значения другие ничего не меняется вот у этого монстра все как у всех даже может быть чуть тоньше 18-18-15 18-12 вот 18-миллиметровые ручки и пружина пружина восьмерка 803 8 миллиметров пружина вот у такого монстра хеви гриб хеви гриб говорю вот видите ну привык потому что это профи гриб на самом деле это профи гриб смотрим смотрим Юр нагрузку проверим насколько правильно я померил когда вот его и смазал определенные движения с ним или манипуляции сделаны не поддавить даже ну и так натягиваем трос смотрим все конечно абсолютно монстровский эспандер в общем то все совпадает все что писал вот такое слегка недожатие 101.6 101.9 все совпадает вот так был стартов 102 килограмма был 104 килограмма вот такой профи гриб 350 ну и давай посмотрим второй ну этот был достаточно широкий ну сжать конечно сейчас крашем болезненная история конечно когда получишь запишешь видео Юр может у тебя получится так сходу победить все вот такой к тебе отправляется и их у меня еще тут осталось несколько штучек поэтому нужно в общем-то посмотреть выбрать может быть там отличить отличительные будут какие-то признаки но самый главный это нагрузка все вот так вот достаю еще один 350 350 350 ну ну вроде бы вроде бы коснулся вроде бы коснулся сейчас еще раз попробую очень тяжелый ну вроде бы этот легче совсем сумасшествие конечно и самое главное кажется что проволока тут дико упирается тут супер трение никакого нет трения совсем мизер и так смотрим два раза в общем-то он был прожат потом посмотрим еще после калибратора о да это будет другой точно будет другой 62 миллиметра 62 расстояния смотрим проволоку ну прецизионная я говорю что 805 все все в абсолютном идеале ну постарались насколько это будет длинная партия у них будут ли они вообще запариваться здесь четко 18 здесь они и ручки сделали то есть это будут самые тонкие у тебя ручки 18 поэтому попробую его рука в руку руки можно так покалечить ну видите фаски нет видишь он очень острый и 18 на 19 все это на хороших килограммах это болезненно она 18 совсем совсем болезненно получается так смотрим что будет на этом 350 итак поехали натягиваем ну 90 должно хотя 6 килограмм ну вот хотите верьте хотите нет но вот я хороший получается разброс 102 килограмма и и вот так дорогу оселить летучий на китайском языке написано 96 96 как сказал 97 97 килограмм 2 5 килограмм разница ну вот она поэтому с этим еще как-то эспандером в общем-то получается подработать сжать часто а вот 102 при таких ручках не особо то и получается ну вот так вот Юр все я тебе сделал как ты просил как ты со мной согласовал и решил давай сейчас еще раз проверим после сжатия на станке что уйдет не уйдет да немножечко немножко 61 с половиной 61 и 5 определенная еще потеря была я так думаю еще 0.5 уйдет 61 миллиметр будет смажешь его сам самостоятельно но килограммы не уйдут 97 но вот 96 он станет все меньше 96 не будет килограмм ну и на ход руки загораживают не видно но закрытие есть все вот такой 350 все эспандеры показывать не буду Юр здоровья тебе счастья семье что все хорошо было Минску привет белорусам привет ждем серебряные снимаем фильм и все отправляем дорогу осилит идущий пока пока «Стори» «Стори»